Готовы ли, спрашивает наш режиссер. Конечно, мы давно готовы. А готовы ли вы, дорогие туристы, не сидеть часами в аэропортах, не приезжать в отель и непонятно какие по непонятно какой цене, потом сетовать то, что отпуск пропал. Если вы готовы, то делите буквально ближайшие полчаса вместе с нами, потому что у нас в гостях директор самой стабильной компании, которая отправляет в круизы, в морские круизы, самый крутой отдых для людей, которые ценят время и деньги. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Рады вас видеть. Я тоже очень рада вас видеть. Активная весна, спасибо большое. Активная весна позади. Мы знаем, что вы посещали инаугурацию и, более того, прошли в круизе по Средиземному морю на самом большом лайнере планеты Симфония морей. Да. Давайте же быстрее рассказывайте а нам официальную информацию и б показывайте свои фотографии, свои видео и, собственно, разберем этот лайнер по косточкам и коснемся того, что у вас есть в ближайшее время на этот лайнер, какие круизы, либо на дальние периоды и что вообще можно вашей компании сейчас найти всем тем, кто не хочет сидеть в аэропорте Борисполь в ожидании своего отпуска в Египте или Турции. Ну, давайте начнем с того, что, действительно, анализируя сегодняшнюю ситуацию, мы хотим сказать, что круизы, во-первых, а, это стабильно, потому что мы не подвязаны ни под одного оператора, да, у нас есть глобальные компании иностранные, которые работают, слава Богу, я думаю, что ответственно подходят к работе, да, и, как говорится, что правила, они есть правила, и мы знаем четко с вами, что то, что можно на круизе, да, как бы это определено какими-то конкретными требованиями, и шаг лево, шаг право, оно карается законом. Значит, из того, что, во-первых, а, впечатление, во-вторых, б, симфония морей, лайнер, которого все ждали, но никто не мог подумать, что в июле месяце уже выкупить Европу невозможно. То есть у нас сезон уже практически закрыт, включая до 30 сентября, на данный момент нет ни одной каюты на симфонию морей. Это говорит о том, что лайнер востребован, и он, несмотря на то, что он ходит по классическому маршруту, который мы неоднократно с вами говорили, обсуждали, он продается из-за того сервиса, который есть именно на борту. То есть мы, давайте напомним, что лайнеры, которые у вас есть в круизе, это на самом деле огромные плавучие гостиницы, по большому счету. Тип питания, дорогие друзья, всегда все включено. Есть некоторые ограничения по употреблению алкоголя, вернее, он доступен везде, либо за плату, либо за какие-то пакеты. На симфонии что-то изменилось в плане концепции компании Royal Caribbean или нет? Все включено, есть по питанию, напиткам. Алкоголь ты отдельно покупаешь за дополнительные, либо за наличные, либо депозиты, либо какие-то карты оптом. И в рознице тоже. Да, напитки, я имею в виду, карта дня, как там правильно было, алкогольная? Алкогольная карта на каждый день. Алкогольная карта на каждый день. Все так же и осталось. Все так же и осталось, но я вам скажу, что я лично никогда не была на корабле, да, вот на данный момент симфония Марии, это 6700 пассажиров. То есть я впервые в жизни была при полной загрузке корабля. И скажу вам, что полную загрузку корабля, такое количество людей ты ощущаешь только в первый день, когда проводили мастер-дрилл или как бы технику безопасности мы проходили, когда... Собирали всех на палубах. Но опять-таки впервые, да, на этом корабле, если мы говорим с самого начала, да, вот начнем с самого начала, с регистрации. Мы пришли на посадку, хотя у нас было зазначенное время в час 30, мы пришли в 12.00. А я вам скажу, что проход на корабль, да, при, опять-таки, при таком количестве людей, то, что они все загружались, заходили, у нас составил 15 минут. Да, мы четко подошли к своей палубе. Во-первых, да, то, что мы всегда говорим и то, что мы обязательно сейчас делаем онлайн-регистрации, которая помогает без знания языка проходить тебя очень быстро, потому что ты приходишь, тебя только даже не фотографируют, потому что фотографии загружаются тоже раньше. Ты приходишь, показываешь паспорт, который у тебя уже не забирают. Так как мы с вами граждане, это изменилось, во-первых. Во-вторых, да, как бы паспорта остаются при тебе, потому что мы в Шенгене, да, у нас уже совершенно другое к нам отношение. Во-вторых, очень правильно организован проход именно к каюте. Ключи ты получаешь непосредственно уже в каюте. То есть ты показываешь только паспорт, показываешь свою онлайн-регистрацию, показываешь документ, заполняешь которым ты не болел никакими заболезнями в течение трех недель. Это все мы отдали, да, нам поставили штамп, что вы прошли, да, как бы регистрацию, и без проблем мы поднялись уже на лайнер. Сепасы вы дают или уже тоже нет? Сепасы вы получаете при уходе в каюту. Каюту, то есть. То есть вы подходите к своей каюте. А он уже являлся ключом, по-моему, да? Да, 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 да. Вы подходите к каюте, вас ждет конвертик, добро пожаловать на борт, и уже как бы непосредственно вы заходите в каюту. Лариса Ивановна, чуть отступление. Если кто-то хочет на него страстно попасть, а до сентября, вы говорите, в сезон, вы так сказали, сезон, уже нельзя, то где можно на этот лайнер попасть в этом году еще, либо зимой в ближайшее время, если уже в Европе нет? Ну, вы знаете, наверное, самое большое достижение этого года, то, что у нас работает онлайн полноценно. То есть если у вас огромное желание и есть время, пожалуйста, заходите на сайт экспресс-вояж, и если вдруг появится каюта, может быть, вы будете счастливчиками, попадете еще осенью, когда он будет в Европе. То посматривать надо все-таки регулярно. Надо, надо проверять сайт, тем более, что он работает, тем более, что в режиме реального времени вы забронируете каюту, каюта ваша попадет в систему круизной компании, то есть все сделано, все на русском языке, все выберете вы. Но, начиная с октября месяца, плюс переход у нас будет в Майами. У нас, я думаю, что в следующий раз поговорим, открывается новый порт в Майами, он модернизирован специально до симфонии морей. То есть все люди, которые прилетают в Майами, им уже не нужно ехать в Форт Лодердейл, они непосредственно в Майами будут садиться на симфонию и отправляться в путешествие. Ну, давайте вернемся тогда к лайнеру нашему. Да, возвращаемся к лайнеру. Как я уже говорила, да, 6700 пассажиров. И какие еще есть новинки и то, что есть на корабле при регистрации? Во-первых, то, что вы когда проходите, да, и когда вы уже сканируете, как бы, высоты, ну, как бы, уже есть на корабле, очень сильно хорошо сейчас построена работа служб. То есть стюарты, которые, да, как бы, если они раньше заходили к вам в номер, и там, как бы, необходимость была, она сейчас отпадает. То есть, как бы, вы можете подойти на рецепшн, у вас есть русскоговорящий сопровождающий на симфонии морей, которые постоянно работают, и вы в течение 24 часов можете задать любой вопрос. Это во-первых. Во-вторых, как бы, да, есть агент. И вот, когда я была на симфонии, мне было очень приятно, что люди, если у них есть вопросы, они подходят на рецепшн, их решает русскоговорящий персонал. Это во-первых. И во-вторых, не было сбоев о том, что на Royal Caribbean, да, не было, несмотря на то, что такое огромное количество людей, что происходил овербукинг или изменение каюты. Это тоже очень важно. То есть ты приходишь, у тебя, как бы, есть каюта, в которую ты попадаешь. И вот в этот раз мы жили, скажу вам честно, на носу корабля. У нас была шестая палуба. И достаточно, как бы, да, море было в июне еще, как бы, такое, не сильно спокойное. Но, несмотря на то, что ты видишь реально, что, как бы, есть движение, да, качки не ощущаются. Это, опять-таки, для тех, кто, как бы, переживает. Но, отвечая на вопрос по тому, на какой палубе выбирать, и, опять-таки, какую каюту выбирать, и, тем более, что вы можете это сделать самостоятельно, я бы рекомендовала брать все-таки середину корабля выше восьмой палубы, потому что 99% вот в этом году у нас бронировались каюты с балконом. То есть внутренние окна, как бы, да, они не бронируются. И плюс при такой стопроцентной загрузке корабля, когда мы раньше с вами говорили по поводу организации питания, и если мы говорим, что, да, есть шведская лимия, биджаймер, кафе, то сейчас у нас на питании работает и соляриум, у нас прекрасный парок, есть Централ Парк, где есть тоже, опять-таки, питание, и понятно, что в основном ресторане. И что было поразительно, опять-таки, в этом круизе, что люди больше теперь дают предпочтение свободного питания. То есть они не ходят только в основной ресторан, да, они теперь массово стали игрировать то, как бы, шведскую линию, то, как бы, основной ресторан, и в основном ресторане людей, как оказалось, сейчас стало поменьше. Значительно меньше. Да, значительно меньше, и поэтому сейчас очень удобно, что и в основном ресторане есть русскоговорящий персонал. И самое интересное, и что самое, как бы, для нас большой плюс, У нас теперь есть русскоговорящий компас. Теперь каждый человек, попав на корабль, на русском языке может вообще ознакомиться с программой дня. И скажу вам, что для наших гостей, для наших туристов это понятно, что очень-очень удобно. Персонал русскоговорящий, по-прежнему их можно отличить по значочкам. Помните, мы с вами видели, когда языки, на которых говорит данный человек, то у него есть эти значки. Хорошо, прекрасно. То есть мы, как бы подводя итог, да, вот только то, что я сказала, большой плюс, да, это то, что русскоговорящий сопровождающий, рецепцию есть, да, как бы газету «Компас дня» мы знаем. И плюс, как бы на основных тоже, как бы точках, где люди передвигаются, это и бассейн, и зона развлечений, есть русскоговорящий персонал. Какой был в вашем круизе состав? Возраст, семейные, пары больше, или это было что-то вот, какие люди были тогда в том, я же понимаю, там, наверное, опытные круизеры, все же заранее бронировались. То есть это же, наверное, как уже коллекционирование кораблей. Вы знаете, что у нас сейчас идет тенденция не только, да, как бы на кораблях, но и в Европе. У нас очень много граждан Китая и очень много индусов. Ага, они любители, да. И я вам скажу честно, что, ну вот у нас на корабле очень много было европейцев. Понятно, что Royal Caribbean, да, это круизная компания, которую очень любят англичане. То есть у нас на корабле было 50%, наверное, как бы все-таки англичан-американцев. И как бы потом добавляются у нас китайцы и добавляются индусы. Но, несмотря на это, я вам скажу, что большое, как бы, да, что бросается в глаза, что все были семейные пары. Да, семейные пары и очень много молодежи. То есть 70% это были большие семьи. Да, большие семьи, опять-таки, как я говорила уже, и Китай, и Индия. У нас очень много было итальянцев на этом маршруте. И скажу вам честно, что, опять-таки, на что раньше ты не обращал внимания, а в полноценном круизе ты обращаешь, что те люди, те категории кают, да, допустим, там, сьюты, которые у нас проживают. У нас есть прекрасный сьют, албис-сьют, который новый. Он предполагает размещение там до 9 человек. То для них отдельно выделенные места у бассейнов, отдельно выделенные места в зоне развлечений, там, на ледовом шоу. И их обязательно сопровождает их дворецки. То есть в этом случае, если гости там покупают дорогую каюту, да, мы реально понимаем, что они могут занимать какие-то вип-места. Но это не идет вообще как бы в, там, как сказать правильно, это не обижает других простых людей. Потому что если даже для них выделенные места возле бассейна, да, то при полноценной загрузке корабля, вот нам 100% места хватало и у бассейна, и в ледовый шоу мы могли посмотреть, даже не бронируя заранее. Но мы рекомендуем, если вы покупаете уже круиз на симфонии, и вообще как бы на круизных кораблях именно класса, там, Гармония Марии или Алюр, нужно шоу бронировать и просто брать бесплатно вот эти электронные билеты, что вы когда приходите. Ну, для собственного удобства, получается. Ну, я вам скажу, что все шоу не просто потрясающие, а они достойны внимания. Албис, да, как бы сухая гора. Скажу, что нет ограничений ни по возрасту, ни по весу детей. Главное, чтобы у тебя хватило смелости. Очень интересно. Сначала как бы было немножко страшновато, потому что как бы здесь достаточно высоко, 90 метров. Но когда ты спускаешься, у тебя такие, как бы, ощущения, да, очень-очень хорошие. Новое, что у нас есть на корабле, лазертак, великолепно, как бы для детей. У меня ребенок пробовал, он там на заднем плане есть у нас, как он играл в эти игры. И скажу честно, что, да, я набрала 110 очков, а он 880. Ну, дети, понятно. Поэтому заниматься есть чем, и впервые, да, как бы вот в круизе, вот если в прошлом году мы совмещали отдых и пляжный отдых, в этот раз мы с корабля не выходили. То есть мы были постоянно на корабле, и нам было чем заниматься, потому что вот только здесь, как бы, даже в лазертак, там 2-3-4 раза играешь, и как бы восторг у них, конечно, очень большой. Новая каюта, которая раскуплена, да, там весь весенний сезон, и уже новогодние даты проданы. Она двухэтажная, специально для семьи с детьми. Видите, здесь икборки внутри, и зона, как бы, детская, то есть очень хорошая. Но, чтобы вы понимали, стоимость такой каюты на Новый год была 98 тысяч долларов. Так можно дом купить, наверное. Конечно, можно. Ну, она продана, понимаете, только кто-то может себе позволить купить круиз для семьи. Ну, слава Богу, это хорошо. Слава Богу, да, и оно, как бы, пользуется спросом. Новое, что они сделали именно здесь, на корабле, это вот такой магазин для детей, где мороженое продаётся, сладости. Кондитерская. И здесь кондитерская, да, и очень хорошо, что здесь работает тоже русскоговорящая девочка. Поэтому, если есть вопросы, все очень мило. И то, что нравится, что все настолько открыты, настолько, как бы, они коммуницируют. Никаких проблем вообще нет, и ты можешь решить любой проблем, но которых не существует. Новое, что сделали они, опять-таки, на корабле «Симфония морей», это мексиканское кафе, мексиканская еда, буррито, очень хорошо. Здесь можно и позавтракать, пообедать, поужинать, то есть, пожалуйста, как бы, любое возможность. И детям тоже, да? То есть, обычная мексиканская, она сопряжена с остротой, определенная? Нет, нет, как бы, там можно, да, да. Выбирать, ага. На чем я хотела остановить внимание, новый ресторан «Сифуд», если раньше у нас, как бы, да, морепродукты можно было покушать в основном ресторане, сейчас они сделали отдельный ресторан, чтобы вы понимали, три раза, да, как бы, считают, ну, если недельный круиз, получается, через день они пополняют свои запасы морепродуктов, то есть, все свежее. Бронировка, обед в этом ресторане стоит, если ты бронируешь дополнительно, потому что это, как бы, альтернативный ресторан, обед стоит 22 доллара, а если ты хочешь поужинать с лобстерами, 50 долларов на человека. То есть, в принципе, при том наборе, что они предлагают, да, и здесь уже алкоголь включен, то, в принципе, из-за такие деньги, ну, как бы, это достаточно адекватная цена. Да, вполне, да. Скажу вам честно, что вот мы были сейчас в круизе, у нас, как бы, были гости, которые хотели это сделать, забронировать столики мы не могли ни в одном ресторане. В течение недели вообще никак, ничего себе. Все альтернативные рестораны сейчас бронируются заранее, потому что во время круиза нет. То есть, заранее при приобретении тура ты должен, круиза ты должен. Если ты хочешь, да, если мы раньше говорили, что, пожалуйста, вы можете приехать и, как бы, забронировать себе, там, или морепродукты, или Джованни Тэбл, или какой-то стейкхаус, или, там, сейчас это сделать невозможно. Ничего себе. Люди, я говорю, что поменялось полностью отношение. Если клиент вам обращается, вы ему бронируете круиз, как быстро он может узнать, есть ли свободные еще места, вдруг он собрался все-таки забронировать? Когда он подтверждает уже платеж, да, как бы, когда есть хотя бы депозит, у него создается личный кабинет на сайте круизной компании, и он под этой бронировкой, которой он присваивается, уже заходит, и все дополнительные опции, он, может, с нашей помощью выбирает, что он хочет забронировать, как он это хочет сделать. Теперь понятно. И сейчас уже, как бы, опять-таки, несмотря на то, что там хватает безалкогольных напитков, очень многие гости выбирают пакеты напитков, потому что тоже, как бы, это выгодно купить, несмотря на то, что... Можно взять в кафе-ресторане, либо там, помните, бесплатные льдогенераторы с водичкой везде есть. Пожалуйста, как бы, это не вопрос, и вы воду можете взять и в каюту себе, и тем более, что там обязательно сейчас на завтрак есть апельсиновый сок, яблочный сок. Натуральный сок. Да, 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 то есть выбор очень большой, и самое интересное, что у нас в этом ресторане работает одесситка, девушка такая, которая раньше занималась, у нее была своя фирма, она делала металлопластиковые окна, а потом решила на всем плюнуть и уехать работать в круизную компанию. И работая уже 6 лет, она говорит, что вот атмосфера, ну вот с кем мы не говорили, очень-очень хорошая. Мы тоже с нашим помощником официанта тогда поговорили в Пятигорске, и тоже у меня большая мысль, думаю, было бы мне минус 10 хотя бы. Я бы тоже, наверное, пошел бы в хорошую круизную компанию. Кстати, дорогие друзья, вполне реально, вполне реально, особенно в юном возрасте, может быть, даже совмещая с учебой, либо до учебы выше, в какой-нибудь пойти поработать, 2-3 года походить, реально можно себе заработать на небольшую квартиру в нынешнее время. Ну это в другой истории, хорошо, в другом эфире. Ага, дальше. Да, опять-таки, они открыли пивной бар, да, на корабле, чего-то уже не было, и в принципе, вот в режиме реального времени ты можешь пить пиво и соблюдать за всеми спортивными событиями. Дополнительную оплату. Он находится на прогулочной улице возле акватеатра, но он всегда переполнил, то есть аншлаг на корабле кругом, я вам скажу честно. Но нет такого, да, что ты приходишь, там в какой-то очереди стоишь, ну как бы нет, как-то они так распределяются очень-очень правильно и умно. Итак, у нас зоны отдыха на корабле. Улица Королевский променад, да, Центральный парк, о чем я говорила, улица Бродвей-Ворк, спортивные площадки на верхней палубе, спа, место развлечений и театры, и детские клубы. Детские клубы, тоже как бы хочется им уделить особое внимание, потому что 4 человека в детском клубе работают русскоговорящие. Без проблем ты приходишь, тебя регистрируют, но скажу вам, если в прошлом году, опять-таки, у нас было время ходить в детский клуб, в этом году у нас его не было. Не дошли руки туда. Не дошли руки, мы посещали все шоу, и скажу, что вот, да, как бы нам 7 лет, и ему не то, что очень нравилось, да, как бы его настолько это все удушевляет, и он говорит, что ну как, да, вот там фигуристы, и опять-таки, если на корабле обычном у нас одно шоу, то здесь их было 3, да, и сделали, они одно обязательно, которое нужно бронировать, а другое бесплатно. Потом, плюс еще, как бы, да, опять-таки, лояльность компании на корабле, ведущие фигуристы, они наши с Украины, ребята, да, и когда мы с ними общались, они вот сейчас пригласили на тот момент, когда мы были, отдыхали, вот биороботы, которые, да, на корабле у нас есть. Опять-таки, мы кругом видим, что с помощью Сипаса мы можем забрать свой коктейль, зона лежаков, да, бассейны, все очень, очень хорошо. Вот, и что они, как говорили? Это наши русские, это наши украинцы. Земляки. Да, земляки, и вот сейчас, как бы, они говорят, что самые, да, как бы, интересные контракты, самая, как бы, да, лояльность именно у Royal Caribbean, потому что у них отдельная каюта с окном на второй палубе, то есть они живут в нормальных условиях полноценно и работают, потому что они говорят, что на данный момент... Даже в этот раз, когда я вернулась к круизу, я начала, как бы, да, сравнивать и понимать, что, какую же зарплату получают сотрудники при тех, как бы, условиях, что у них есть. Ну, да. Но я вам скажу, как бы, не буду говорить о зарплате официанта, да, там, но человек, который работает на ГЭС-сервисе, он получает 200 долларов, то есть, в принципе, при условии того, что... При социальной защите, обеспечении питания. Я же говорю, можно на квартиру заработать. Можно. Так что, если есть желание и... А вот, кстати, хотя у нас был уборщик индус, он был старше меня лет на 10, из Бомбея. Может, пойти себе тоже... Я вам скажу одно, что... Я вам напишу анкету, с вами рисована, отправите в Майами, пожалуйста, скажите. Royal Caribbean, они лояльны и как клиентам, и как сотрудникам. И вот мы, когда разговаривали с девочкой, именно, которая работает в ресторане, она говорит, даже можно решить вопрос. Они предоставляют и трансферы, и социальные отпуски. Если у кого-то есть желание не прийти сегодня на работу. Да, у тебя вот просто болит голова, или у тебя нет настроения, тебе пойдут на встречи. Понимаете, вот настолько это все вот у них... Это, конечно, не в тему, но, опять-таки, из этого, да, как бы отношение глобально будет и клиенту. У тебя обратная связь подобная. Да, как бы работает, вот девушка, которая, о которой мы вспоминали, работает в Сифоте, она говорила, что перед тем, как открыли ресторан, да, как бы у нас же есть человек, главный повар, который отвечает за все это. И в каждом ресторане есть свой организатор, он говорит, он собрал всех сотрудников, он накормил нас всем той едой, которую они подают, да, они пили лучшее вино, они каждую неделю ходят на закупы вместе на французский рынок, когда они стоят в Марселе. То есть очень сильная связь, командный дух, это очень важно. Кстати, сколько команды на этом лайнере? 2300 человек. 2300, это, как всегда, получается, по пол... Ну да. Половина сотрудника на гости. Ну, я вам скажу, что, в принципе, вот даже мы задавали вопросы, опять-таки, ты же постоянно с ними общаешься, у них даже график работы для того, чтобы поддерживать корабль в идеальном виде, они работают с 5 вечера до 5 утра, то есть ночью люди тоже работают и тоже выбирают, чтобы это было вообще безукоризненно. Ну, просто какой-то рай на земле, на воде. Рай на воде. Ну, они стремятся к совершенству, поэтому. Аллея Бродвей и Вокш, да, то, что мы с вами говорили. Абис, который начинается у нас на 15-й палубе, спортбар, магазин сладостей, акватеатр, французская карусель и разные кафе. И, опять-таки, карусель у нас бесплатная, но акватеатр, пожалуйста, как бы нужно бронировать дополнительно. У меня был вопрос от туристов по поводу серфинга. Если, опять-таки, хочу акцентировать внимание, если вы умеете стоять, если вам не нужен тренер, это все бесплатно. Если вам нужны услуги тренера, вы за него дополнительно платите. Инструктор, ты платишь за него, как обычно. И они должны понимать, что если вы приходите, и он вам помогает и, как бы, что-то, какие-то вопросы решает, это, опять-таки, за дополнительную плату. Здесь же у нас находится тарзанка. Если мы с вами с сухой горки спускаемся, там нет никаких ограничений, может быть, у вас сумочка, то если вы хотите спуститься с тарзанки, то у вас не должно быть на вас никаких металлических приметов и ничего лишнего. То есть, экипировка тебя одевает. Чтобы не получить травму. Да, 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 не получить травму. И обязательно, да, ты во всех мероприятиях, когда участвуешь, обязательно только по своему СИПАСу, чтобы они, как бы, могли отслеживать. Звездочки там не ставят за сухую горку, за скалолаза? Нет, нет, ничего не ставят, все нормально, никаких ограничений нет, но это, как бы, очень важно. Есть у нас кинотеатр, кинотеатр на верхней палубе, в зоне бассейна. В бассейне работают до часов 7 вечера, но пока есть, как бы, клиенты, есть желающие. Есть на корабле, сейчас вам скажу, сколько, 12 джакузи, то есть, в принципе, достаточно места. Есть где полежать, да? Есть где полежать, есть где загорать, и что очень, как бы, большой плюс, да, у нас есть, так как, отдельно детская зона, да, прекрасная, я там выставляла фотографии, и мне это очень, и есть взрослая зона, то есть, как бы, взрослую зону настоятельно рекомендуют, да, ну, как бы, с детьми не ходить, и, в принципе, туда и никто не ходит. Вот как-то они это все обыгрывают, что тебе, вроде бы, делают замечания, но ты не обижаешься, потому что для каждого продумано очень сильно. Соляриум, бестро, да, опять-таки, можно позавтракать, можно покушать, пообедать. И для компаний, для больших, прямо, да? Да, хорошо, да, кругом сервировка, кругом это все бесплатно, поэтому выбрал. Центральный парк, я никогда здесь не завтракала, никогда не отдавала ему предпочтений, но один раз пошел, я поняла, что здесь намного лучше, потому что, во-первых, приятнее находиться, да, как бы, свежий воздух, живая музыка, вечером особенно. Здесь есть альтернативные рестораны, которые вы можете, как бы, заказать, но, опять-таки, за дополнительную плату. А парк-кафе бесплатно на завтраке работают очень прикольно. Они уже, я так скажу, разные делают и гамбургеры, и сэндвичи, которых у нас нет, да, как бы, вот, оно очень сильно отличается, но такая еда достаточно здоровая. Ух, мне интересно, да, и причем я хочу, да, уважаемые зрители, отметить, что на лайнерах пища, она даже в больших ресторанах, которые в шведской линии, она не похожа на маргаринную, пластмассовую еду туристских отелей. Пусть они отельеры не обижаются на меня, но факт есть факт. Там есть, где масса, вот этот пудоча силоса, то здесь, конечно же, питание очень вкусное. И что бы ни готовилось, оно все такое, ну, если это сосисочки, то это сосисочки. Я помню, это колбаски жареные, то и красота. Да, очень вкусно, но, опять-таки, да, говоря о специфике, говоря о наполнении ресторанов и вообще о кораблях. Если мы говорим с вами о европейском рынке и говорим о круизах в Европе, это одна еда. Сейчас у нас был случай, когда у нас, ну, как бы один из агентов поехал на Ovation в Китай. Мы всегда говорим о том, что это совершенно другой рынок, совершенно другое отношение. И он мне прислал фотографии, конечно, он говорит, я не то, чтобы был в непонимании. Люди ходят, не будем называть, люди ходят в тапочках в ресторан, да, еда… Из номера, белые которые. Да, белые, которые они ходят в основной ресторан на ужин. Еда и в альтернативных ресторанах, да, очень сильно настроена на тот рынок. Он говорит, я не мог ничего есть, потому что ты приходишь на шведскую линию, у тебя еда реально китайская, китайская рынка. Поэтому при бронировании круизов нужно обращать внимание на то, что есть корабли четко китайские, куда, как бы, мы рекомендуем, да, из-за того, что вот они очень сильно отличаются. Очень специфика большая. Да, очень большая специфика, потому что, да, как бы круизная компания настроена под рынок, да, и мы говорим, насколько они лояльны на нашем рынке, да, точно так же они будут лояльны на том рынке. И если у нас Avation ходит именно на китайский рынок, с китайскими объявлениями, с китайским 777, то у нас есть там Voyager, на котором можно бронировать, и там уже будет европейская кухня. Вот адаптироваться. То есть ты можешь посмотреть Юго-Восточную Азию, да, но поесть нормальную еду. Или ты хочешь колорита, и тогда бронируем, боишься. Даже боюсь думать, что там такого подавали, что европеец не может съесть. Не может. Вот насколько человек был вообще, как бы, универсальный, но когда мне это писал, он говорит, я, как бы, вынужден был купить альтернативные рестораны, потому что я не мог есть. Лаиса Анатольевна, как у вас были переходы? День в городе, ночью вы переходили? День в городе, ночью переходили или нет? Да, у нас были все, каждый день у нас был новый порт, мы садились в Барселоне, на следующий день у нас был Марсель, я перед этим была, как бы, тоже в круизе, на другом круизном лайнере и другой круизной компании. И, честно говоря, что мы стояли, как бы, да, в другом месте, в другом порту. И скажу, что, да, пусть меня простят, там, как бы, наши, да, другие партнеры, но, опять-таки, если сравнивать и говорить о классе стандарта, я вам скажу честно, что вот тот сервис, который Royal Caribbean, я могу спокойно спать. Это, опять-таки, да, и по поводу того, что, вот, отправляя человека, да, с Royal Caribbean, ну, ты не ждешь каких-то... То есть тут можно гарантировать качество, просто за него смело, за него отвечать. А если ты покупаешь другую круизную компанию, у тебя будет бюджетный тур, понятно, что нужно это, опять-таки, понимать сразу, и, соответствие, конечно, как бы, цена-качество, она тоже будет. Да, ты потом привыкаешь, да, потом, как бы, ты закрываешь, но это уже другая история, это будет уже, наверное, мое мнение, как путешественника, если сравнивать с другими круизными компаниями, но опыт такой у меня был. Ну, главное не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Нет, конечно, конечно, ну, там есть свои плюсы. Опять-таки, Королевский променад, на нем очень приятно, опять-таки, мы помним о капитанском ужине, да, в этот раз мы фотографировались с капитаном, было очень интересно, что вот, когда мы были на агурации, у нас был американец капитан, а сейчас он, как бы, отработал своих 9 недель, уехал и поменял его фильм. Я скажу честно, он, во-первых, как бы, да, если тут такой вот он был волк морской, а это уже, как бы, дедушка такой почти на пенсии человек. Спокойный. И по сравнению, да, как бы, его команда была там на две головы выше него. Но самое, как бы, удивительное, что, во-первых, я никогда не фотографировалась с капитана, а тут у ребёнка возникло такое желание сфотографироваться. Ты, когда подходишь фотографировать с капитана, ты проходишь двойную обработку рук. То есть тебе для того, чтобы не было никаких моментов, да. Ну, он всё-таки один на весь корабль. То есть, опять-таки, это говорит о том, что, во-первых, а безопасность, следят не только за капитаном, но и за каждым человеком. И если раньше на кораблях, да, поменьше размера, ты мог пройти, как бы, да, вот только дозатором, сейчас тебя просят помыть руки. То есть это правильно. И я вам скажу больше, что, опять-таки, по безопасности и потому, что как происходит, да, я в этот раз наблюдала, когда делали замечание, чтобы не меняли памперс возле бассейна. И гости были достаточно, как бы, вот из тех дорогих светов. И их попросили, попросили дворецкого, пожалуйста, как бы есть определённое место, несмотря из какой каюты, какие вы гости, да, правила для всех одинаковые. Для всех одинаковые. Подождите, а как вы мыли руки, как это выглядело? Вот вы идёте к капитану. Да, стоит мальчик с дозатором, и он, как бы… А, нет, я думал, что вы сказали, идите мойте руки с мылом вообще. Нет, 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 не с мылом. Это с мылом ты можешь в этом ресторане. Всё, дозатором обработать. Да, 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 да. Я помню, ну, это и было раньше, дозатором, да. Ах, я не видела. Слушайте, там, на входе в ресторан, где мы с вами столбили. На входе в ресторан, да, но я не думала, что когда ты… Стоял джентльмен. Да, это да, но когда ты подходил к капитану, когда ты с ним здоровался за руку, такого не было. Ага. Понимаете? А сейчас, как бы, это уже правило… Слушайте, ну ничего, целее будут все. Нет, конечно, целее, однозначно. Зачем на убедении на хорошем лайнере. У нас на симфонии у нас есть уже кофейня Starbucks, она находится на центральном променаде. И ещё, чтобы я не забыла, да, впервые, и сейчас, как бы, это основное правило. Если мы раньше приходили с вами на корабль, и нам не нужен был депозит, то сейчас обязательно, вот ты приходишь на корабль, тебе нужно положить денежку, чтобы ты уже мог чем-то пользоваться. Даже если ты положил 100 долларов, а у тебя там будет 180 долларов, тебе карту не закроют. Но деньги должны быть. А он возвратный? Раньше такого не было. Возвратный? Конечно. Но если ты его не использовал, то он возвратный. Ну, это практикуется довольно, в частности, в отелях эмиратов тоже. И сейчас шеевые снимают с карты. С карты. То есть тебе не нужно в последний день оставлять деньги, а ты, как бы, уже деньги ложишь на карту, и с карты каждый день ежедневно списоченный. То есть, в принципе, одно и то же. Удобство, удобство. Да, 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 да. Так, кафе на променаде, пицца, что самое удобное, начинает работать с 10 утра, и можно самое позднее поесть даже в 1 часу вечера пиццу. И пицца очень вкусная. Особенно, опять-таки, обратили внимание, когда у нас было Мастил Дрил, и люди, это было масса людей, это было такое количество людей, что у них стояли горы пиццы, и ты стоял в очереди, когда перед тобой стоит 100 человек, ну, там, 2 минуты. Они сгоняют моментально там 10 официантов, которые подходят. Ну, вот, знаете, вот поражает то, что нигде нет очередей никаких. Настолько все продумано, настолько они эти все моменты знают, что никаких проблем нет. Ну, молодцы. Логистика работает, конечно, у них очень хорошо. Есть чем поучиться. Детская зона, детский клуб. У нас буквально считанную еще минуту, да, давайте уже будем. Фитнес, и, как я говорила, что самое большое внимание мы уделяем с вами ледовым шоу, аквотеатру, это то, что нужно заранее забронировать. Прекрасное выступление, смотрится на ура, и, честно говоря, забронировать, бесплатная бронировка. Бесплатная бронировка. Просто ты бронируешь себе место, да, когда у тебя есть доступ, что, я опять-таки говорю о том, что, во-первых, ты бронируешь сам у себя, у тебя есть личный кабинет, ты получаешь подтверждение от круизной компании, то есть ты можешь 100% быть уверен в том, что твой отдых состоится. Я вас понял, прекрасно. Так, что у нас там еще есть? Или это уже? Шоу, херспрей, я как бы его тоже смотрела, мне очень понравилось, то есть в течение недели ты развлекаешься на корабле. Понятно, что казино, понятно, что ограничения тебе в казино даже с ребенком нельзя заходить. Как курильщики себя чувствуют на лайнере? Очень хорошо. У меня был недавно вопрос, у них есть зоны свои какие-то, или они курят где попало и мешают всем? Ну, во-первых, они курят в казино, да, во всем казино, и плюс на верхней палубе в зоне бассейна с левой стороны есть отдельно выделенная зона и они себя очень комфортно чувствуют. То есть с одной стороны у вас как бы детский клуб и получается детская зона бассейна, дальше идет как бы такое семейное, они сделали типа пляжного бассейна, то есть ты лежишь на первом лежаке и у тебя вода как у пляжа подходит по ножкам, тоже очень хорошо, а противоположная сторона, ну, слушайте, где-то метров, наверное, сто стоят пепельницы, то есть никаких проблем нет. То есть спокойно можно находиться в зоне, где тебе никто не мешает. Да, и на пятой палубе опять-таки есть зона, как бы, где можно покурить. И скажу вам честно, что все-таки вот правильно, что не разрешают курить в каютах, потому что мы были, вот когда я была на предыдущем корабле, да, там уже ковры, там ткань, оно что-то завоняется, все, пластик. И оно, во-первых, как бы заходит в каюту, и ты когда, вот, в принципе, если ты человек не курящий, то тебе это мешает. Выше сложно. Да, да. Квест-центр на корабле, где ты можешь сбить подводную лодку, мы с вами поговорили, каюты у нас, опять-таки, ничего не поменялось, все так же красиво, маршруты мы говорим с вами, да, у нас, получается, есть интерпорт в Риме, это если европейский круиз, плюс длительные стоянки, что очень большое, ну, очень-очень хорошо. И то, что мы говорили с вами 17 ноября, он идет в Майами, и будет выход из Майами. Это то, что, как бы, сейчас доступно для бронировки, и мы уже, как бы, начинаем бронировать. А мы с вашими девочками его разберем подробно, я думаю, через неделю, я думаю, что да, мы это все обсудим. Ну, и новый круизный терминал в Майами, именно специально для этого класса кораблей. Красота. Красота. Так, дорогие друзья, экспресс-вояж, я помню, что поиск круизов уже интуитивно понятен и упрощен. Звоните, пишите. Отдельно сделали страницу мы для симфонии морей, где есть детальное описание всех развлечений, всех ресторанов, все-все то, что есть на корабле. Вы через главный баннер заходите и находите ответы на все вопросы. Плюс мы полностью дополнили все как бы подробные там шпаргалки для тех, кто собирается в круиз и для агента, и для клиентов. Ну, все, а будет непонятно, пересмотрите этот эфир, либо найдете меня, либо Ларису Ивановну. Спасибо огромное, рад был видеть. Оставайтесь с нами на связи. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hottour.com.ua Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить?» Выберите из списка «Свой город», выберите удобное для вас агентство, заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова